Это Салман, и я по-прежнему в Стэнфордской медицинской школе с доктором Конноли. Продолжим наш разговор. Сегодня вы усвоите еще один урок образовательной программы. Великолепно. Моя мама будет гордиться. Мы рассмотрим полип толстой кишки. Мы уже упоминали, что полип — это такое выпячивание. В предыдущем ролике был не полип, а раздраженный участок кишки. Совершенно верно. И он располагался очень низко. Он был… Вот вам карандаш, а то мы немного запутались. Это был фрагмент раздраженной кишки вот здесь. Ясно. А теперь у нас большой фрагмент. Так. Поэтому все выглядит иначе. Железы здесь совсем маленькие. На последнем слайде все было крупно, если сравнить с этим слайдом. Это будет небольшой фрагмент, примерно такой. Скорее всего, мы рассматривали фрагмент под этим участком. Ясно. Затем он увеличивается в размере и выглядит уже вот так. Это был не совсем он. Нет, это был не он. Но он мог бы перерасти в такой вот полип. Да, мог бы. И когда проводится удаление этого участка кишки, если имеется рак, то часто ему сопутствуют полипы. Понятно. В данном участке наблюдается неоднородность, подобная той, что мы наблюдали при гиперплазии. И это не обязательно то самое место, где локализуется рак? Или тот же самый участок? Да. Установлено, что при раке толстой кишки часто отмечается множество других предраковых изменений. И вы видите, что… Да. Кишечник подвергается множественным изменениям. Это могут быть наследственные факторы или личная предрасположенность. Может быть, это связано с воздействием факторов окружающей среды или еще с чем-то. Я понимаю. Я немного обобщу. Мы взяли фрагмент толстой кишки, который похож на трубку, потому что здесь имеется рак. Все верно. Здесь может оказаться еще один полип на том же самом вырезанном участке. Да. И, возможно, раздражение, которое мы рассматривали на втором слайде, вот здесь. Понятно. На самом деле, в норме не должно быть такого слайда у пациента, поскольку практически все полипы колоноскописты замечают и удаляют их через колоноскоп. Да, потому что они не знают, являются они злокачественными или нет. Они удаляют их, однако вы все равно не видите стенку целиком. Вот здесь, на всем протяжении стенки, где располагаются мышечные клетки… Ясно. Это мышечная часть клетки, и это изменение распространяется по всей стенке. Понятно. Интересно. Это наиболее крупный фрагмент, где я покажу вам полип в его естественном окружении. Сейчас мы будем рассматривать полип вот здесь. Мы начнем отсюда, то есть снова вернемся к нормальной клеточной архитектуре. Давайте вернемся вот так. Да. Как мы помним, здесь должны располагаться трубки. Нам повезло. Вот здесь срез проходит прямо посередине трубки. И вы видите, что здесь должно находиться крупное отверстие. Здесь наблюдается нормальное клеточное строение. И затем, если продвинуться вперед и переместиться еще немного, то мы увидим участок с небольшим раздражением. Оно распространяется немного по сторонам. Но основная проблема заключается вот в этой штуке, которая выпячивается. Понятно. И мы задаемся вопросом, что за штука здесь выпячивается. Студентов медфакультета, как будущих патоморфологов, мы учим вначале оценивать клеточную архитектуру в целом. Это не нормальная клеточная архитектура. Да уж. Обычно не наблюдается никаких выпячиваний. И затем уже… Скажите, в объеме это будет выглядеть как гриб? Совершенно верно. Похоже на гриб. На самом деле на вершине у него складки, и он больше похож на цветную капусту, и по окраске тоже. Я понял. Затем посмотрите сюда. И цветом тоже? Да. Часто они бесцветные. На самом деле при осмотре колоноскопист может сразу сказать, является он доброкачественным или злокачественным, ведь во втором случае сосуды патологически изменены. Они не будут такого фиолетового цвета, как мы видим здесь. Нет. Здесь они окрашены специальным красителем. Это тонкий срез, и в противном случае он будет бесцветным, поэтому он окрашивается. Точно, точно. Это логично. Теперь сделаем следующее. Выделим участок, на котором проведем сравнение. Видите вот эту штуковину? Да. Только посмотрите на это. Итак, теперь… Чудеса науки. Да уж. Технологии. Итак, вот клетки, которые относительно нормальны. А вот это клетки, которые ненормальны. И глядя на них, патоморфолог сразу замечает, что они выглядят воинственно. Точно. Тут я соглашусь с вами. Что же в них такого воинственного? Во-первых, они ведут себя неадекватно. Вот здесь правильное поведение. Ядра располагаются внизу, все, что нужно, чтобы выполнять свои функции. Функции располагаются наверху. Да. Когда смотришь на эти клетки, сразу возникает вопрос. Какие же у них функции? Лишь некоторые производят муцин, но ядра разных размеров и формы. Да. И они все просто… Просто заняты своими собственными делами. Даже не пытаются производить муцин. Некоторые все же производят, однако большинство занято только тем, что растут. Имеется различие, если клетки выполняют определенную функцию, это называется дифференциацией. Верно. При дифференциации не должно быть такой большой склонности к увеличению в размере. Но если клетки стремятся значительно вырасти, то у них нет склонности к дифференциации. Этим в основном и обусловлено хаотическое расположение ядер и нарушение распределения клеточных структур. И уже невозможно производить муцин в достаточном количестве. Это состояние уже называется дисплазия. Дисплазия. Дис. Точно, дисплазия, то есть неправильное образование. То есть неправильный рост. Нам не нравится, как это все выглядит. Клетки выглядят дисплазическими и продолжают расти. Теперь выясним, является ли это раком. А раком в данном органе являются образования, которые растут дальше допустимой границы. Получается, что если граница вот здесь пересечена, то все это рак? Совершенно верно. И даже если здесь полип и контролируются неконтролируемые раковые клетки, они мутировали и перестали самоуничтожаться так, как должны, все равно это не будет называться раком? Нет. Для обозначения того, что происходит здесь, существует промежуточный термин, когда рак пока еще находится на обычном месте. И это состояние называется карцинома ин-ситу. Я понял. Карцинома ин-ситу означает, что это не инвазивный рак. Поэтому большинство не считает его раком. Просто ужасно смотреть сюда и знать, что произойдет дальше, если пройдет еще немного времени. Я понимаю. То есть, если бы здесь была карцинома ин-ситу, она, в конце концов, продолжила бы свое развитие. Именно. Она бы росла дальше. Потому что она так агрессивна и низкодифференцирована, что если дать ей немного времени, то появится серьезный повод для беспокойства. Это логично. Итак, это дисплазия, которая очень огорчает нас своим быстрым ростом. И что важно, в случае гиперплазии, если убрать стимул или раздражитель, то все вернется к норме. Ну, а здесь все не так. Это понятно. Если есть раздражитель, и если его убрать, то примерно через неделю или пару недель гиперплазия исчезнет. А дисплазия никуда не денется. Совершенно верно. И ключевое слово здесь — это автономность. Автономность. Этот процесс независим. Он идет сам по себе, и рост будет продолжаться несмотря ни на что. Он не реагирует на сигналы от соседних клеток. Ему не нужны никакие дополнительные стимулы. Происходит только рост. И если все это растет само по себе и больше не выполняет никаких функций, то процесс называется неоплазией. И это наша последняя плазия. Неоплазия идет от дисплазии. Да. Дисплазия характеризует этот участок, где клетки имеют особые характеристики. Ой, конкретные особенности клеток. Клетки растут неправильно. Это пример дисплазии. Точно. Вот это дисплазия. А этот полип представляет собой новый рост. Новый рост. Нео. Это новая плазия. И в медицине это определяется как рост сам по себе. А как мы узнаем, что этот процесс новый? Вы упоминали, что он распространяется вокруг как гиперплазия. Откуда мы узнаем, что он не был здесь уже год назад? Скорее всего, и был. Но, по-моему, он пришел с этого участка. Скорее всего, имели место раздражающие факторы или гиперплазия, и рост продолжался. Клетки активно делились, делились слишком часто, и затем одна из них допустила ошибку. И клетка перестает подчиняться привычным сигналам. Наверное, все ее потомки были такими же сумасшедшими. Совершенно верно. Они все будут вести себя так же неадекватно, и в результате начнется вот такой рост. И вот участок, где наблюдается… Такой же процесс произошел в моей семье. Да, верно. Здесь преобладают нормальные железы. А здесь уже дисплазия. Они продолжают расти, однако у них нет правильной модели роста. Таким образом, этот скачок роста и есть неоплазия. Ясно. И когда мы говорим «новый», то имеем в виду, что процесс новее остальных тканей. Да, мы не имеем в виду просто «новый». Новыми могут быть и собственные клетки. Это совсем новичок. Хорошо. Итак, это неоплазия. А это полип. Он обладает характеристиками дисплазии, однако можно сказать, что рака здесь нет. Откуда мы это знаем? И таким образом… Согласен, поскольку он не пересекает пограничную линию. Причина, по которой граница так важна, связана с тем, что все эти клетки находятся на поверхности. А здесь проходят сосуды, которые направляются к органам по всему телу. Согласен. Вот это кровеносные сосуды. Вот эти сосуды называются лимфатическими. Лимфатические сосуды собирают чистую жидкость. Это лимфатические сосуды с чистой жидкостью. А жидкость циркулирует между кровеносными сосудами и лимфатической системой. Кровь поступает в артерии, как эти. Затем доходят до сосудов, и небольшая часть чистой жидкости как бы просачивается сквозь них. Эритроциты слишком велики и не могут просачиваться. Да. И лимфа представляет собой прозрачную жидкость, которая выходит наружу. Затем она возвращается к остальным органам тела через лимфатические сосуды. И вы понимаете, что если здесь будут неопластические клетки… Да. Как только они здесь появятся, то уже смогут распространиться в любую часть тела. Куда угодно. И понятно, что происходит потом. Представьте себе, вот это новичок. Он делает, что хочет. Мисмисстаз. Я не могу произнести это слово. Метастаз. Метастазы будут, если эти клетки попадут в другие органы. Они могут очень быстро распространиться из толстой кишки. И направиться в любую часть организма. Здесь у нас нет рака. Еще не инвазированы эти участки, откуда раковые клетки получают доступ ко всему организму. Удивительно.